Продолжение следует... Ну, какие-то прогрессы были... Значит, он у нас получал... Он у нас получал гамму... Прозерин... Прозерин не проходит... Ну, он, кстати, был... Вот сразу как-то... Какой-то здесь пошел у него... Прозерин вообще не проходит нервную систему... То есть он... То есть он... Влияет только на периферическую нервную систему... Ну, он же ж у нас не писет... Он мог не какать... Сейчас он иногда какает и писет сам... Потому что... Значит, смотрите... Козырин спиной не проходит... Головной мозг не проходит... Вообще никак не работает... А у него... То есть у него... А есть зажимчик какой-нибудь, нет? Зажимчик... А вот, спасибо, есть, да... То есть, смотрите... То есть я у него проверяю... Рефлекс... Коленный, да? На этой... Наркиз... Не вредничай... А он дергает той... Я... Я... Рефлекс на... Вот сейчас я... Рефлекс на подтягивание... Проверяю... А он дергает это и той... Сейчас проверю... Болевую чувствительность... То есть... Чувствует ли он боль... То есть... Если бы он чувствовал боль... Он бы меня сейчас укусил... Да... Да... Ну, или попытался быть... Как-то... Я проверяю... Сейчас... Боль... Болевую чувствительность... Глубокую болевую чувствительность... На правой лапе... А он дергает этой... Значит, у него... Поражение спинного мозга... То есть, раз он делает так... Значит, у него поражение спинного мозга... Значит, у него нижние гнигативные центры... Не затронуты... Вот... А... Поэтому у него... Слишком сильные рефлексы... То есть, из-за того, что у него рефлексы слишком сильные... Можно сделать вывод, что у него нет... Связи нижних двигательных центров... И... Головного мозга... То есть, у него... Вот где-то на этом уровне... Есть поражение спинного мозга... Вот... Поэтому... А раз у него есть поражение спинного мозга... То прозерин смыслового дела нет... Потому что прозерин... Не проходит центральную нервную систему... То есть... Спиной мозг не попадает... Головной мозг не попадает... Вот и все... Кишечник устанавливается... Ну, свою функцию сам... Точно так же... Мощи спускания... Иногда тоже... Частично восстанавливается... До какого-то момента... Потому что... Ну... Потому что... Вот... Что... Что надо с ним делать? С ним надо... Что делать? Он хвостом сразу совсем не двигал... А сейчас... Да... Ну... А потому что... Гиперрефлексия... Он и на лапу сейчас пытается устанавливать... Нет... Ничего не надо... Дальше... Надо просто... Узнать, что здесь... Надо сделать снимок... Посмотреть, что здесь... Может мелографию сделать... Вот и все... Давай... Начнем просто... Давай... Не будет пока... Фотографируйте, пожалуйста... Ладно... Мне... Вот... Ваше нравится... Направо пачок... Направо... Ну... Угу... Рентген... Это... Самая хорошая вещь... Так... Давай... Подождем... Все... Все... Давай... Давай голову... Да... Можем голову поднимать... Нет? Да ладно... Ну... Тихо... Тихо... Лежи... Давай... Снимки... На самом деле... Нормальные... Получается... Ну... У нас с вами... Таз... Скорее всего... Сломан... Да... Давай... Выше посмотрим... Крести и освободить... Видишь? Да... Можно... Да... Вон... 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 Надо... Не... Надо... Тоже... Держать... Не дергался... Еще раз... Да... На бочок? Да... Точно так же... На бочок... И... Вот... И вот сюда... И мы с вами... Ну... Здесь снимки... Ставь... Снимки... У него поражение верхнего двигательного нейрона, а значит у него поражение там, где вот на рискнике скорее всего, но чтобы точно сказать, надо делать не ограничено. Опять дернулся, ступень. Вот, здорово, да? Что ж такое-то, а? Да, дернулся. Да, да. Ну что ты, полезу и спокойно. Так, все, все, все. Вот, а движение может быть без болевой чувствительности, потому что это разные проводящие руки. То есть он может ходить, но не быть болевой чувствительностью. О, шикарно. Ну, вон там, вот. Видите, здесь конфигурация нарушена? И здесь уже даже какая-то есть признаки какой-то стерилизации. Не нравится, не красиво. Ну, а сейчас, чтобы понять, что делать, ну, можно мелографию делать. Если есть давление, тогда прооперировать. Да. Не будет ходить. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Я думаю, что там вот такой разрыв. Ну, он такой красивый. Ну, как, вообще, шанс, здесь, скорее всего, вентральная какая-то компрессия. Значит, при такой проблеме у 90% делать не еще нельзя, а у 10% можно. Вот и все. То есть, поэтому... Вы надеете, что в 10% можно снять? Ну, нет, ну, как бы, ну, можно надеяться, можно нет. То есть, ну, да можно сделать, да, конечно. То есть, тут смысл в чем? Ну, вот в этом, на самом деле. Входим с задней стороны. Играем, красавец. Я тем, кому... Я делала, я их клала, как на эпидуралку. Да, можно, как на эпидуралку. То есть, и так можно. Просто здесь стол, ну, стол поровнее. И так можно. То есть, можно вот... Ассистент берет вот так вот. Урабатывайте. Да. Доставайте где-то у нас. Ой, там, помню. Сейчас. Можно... И такая, и такой, и такая. Угу. Что сейчас? То есть, это... Бывает, что так не получается, но по-другому не делаешь. Угу. Угу. Главное, чтобы не было поворота. Чтобы он не поворачивался. Угу. 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 Спасибо Бальфу за наше спасение. Угу. 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 Показывает бальф когда-нибудь все хорошо, но тоже не похвалят, да? Тоже похвалят бальф. Если все плохо, то бальф. Пошел. Да, если все хорошо, то бальф валит. Сколько получается на такого пота? Ну, вообще на кошек 0,5 на килограмм. Миллилитр или миллилитр? Да, миллилитр. Сколько он весит? Ну, на кошек надо больше на килограмм, чем на собак. Тихо, тихо. Ну, все, надо с ним добавлять. Добавлять? Да, я думаю, что это нужно. Ну, в общем, он совсем не дастся. Да, сейчас все понятно. Ну, в общем, он совсем не дастся. Так, на какой пункт? На правый. Вот эту панель можно встроить в стол, в любой. А, господи, что-то я это куплю. Надо сраниться уже. Ну, да. То есть, эта панель для встраивания просто в любой стол. Угу. Ну, вот вам компрессия. Ну, вот. Вот все. Смотрите, вот раз и вот вам диагноз. Все. Можно пооперировать? Нет, к сожалению. А, нечего оперировать. То есть, там нет спинного мозга. Разрыв? То есть, у него разрыв спинного мозга. При этом, почему МРТ плохо вот этим пациентам? Почему лучше делать им миелографию? Мы всем им делаем КТ миелографию. Хотя, по миелографии, ну, мы на цедуге делаем, уже видно вот это. Угу. То есть, у него контраст находится внутри спинного мозга. Он сошелся, да? Да. Нет, нет. То есть, если мы посмотрим между твердыми оболочками. То есть, между твердой оболочкой вот отсюда, вот до сюда. Где там линейка-то, господи? Нет, нет. Вот. Измерение. А? Измерение. А, измерение. То есть, если мы посмотрим, здесь видно толщину спинного мозга. Еще раз крикай. Да, е-мое. Вот. А здесь, вот эта маленькая, вот эта полосочка, наверное, там какой-то спинный мозг. Твердый мозг. Но между твердыми оболочками у него вот какое расстояние. Угу. То есть, контраст находится внутри неразорванного, ну, этого, дурального мешка, да. Ну, вот и все. А как он туда попал, и все, он не разорван. Ну, это эластичная история. Произошла компрессия какая-то. Не разорвался спинный, то есть, твердая оболочка не разорвалась. Это как ливерную колбасу. Можно сжать пальцами, оболочка, кишка останется, а колбаса внутри, как сосиска, разойдется. Я поняла. Вот происходит такой эффект. Да, да, да. Вот здесь у меня хороший. И тут уже, видите, киста формируется внутри. Да. А почему плохо им делать МРТ? Потому что ты не видишь, то есть, ты видишь, что усиленный сигнал, но, особенно после травмы сразу, то есть, ты, там, гематома еще, то есть, ты не можешь отличить, ну, разрыв, потому что каша такая, да. Но ты эту кашу не можешь отличить от просто травмированного спинного мозга. Ну, надо еще, давай, сделаем проекцию прямого, да и все. Ну, так, чтобы закончить. Вот и все. Поэтому вот одна инъекция, 3 секунды. Вот 100% идеальность. 100%. То есть, у нее 100% разрыв спинного мозга. Все. Вот в этом месте. Но без разрыва твердой, наверное, мозговой балочкой. вот и все. Вот и все. А, здесь еще и сросся. Видите как? Да. Под углом. Ну, если бы он сросся под углом и при этом он бы еще, ну. Не было бы вот этого эффекта сосиски. Да. Света есть. Эффект сосиски. Хорошая. Эффект сосиски. Эффект сосиски. А, это же делают как? Их же сосиски как делают? Их поворачивают же. Да, да, да. Вот, вот. Да, да, да. Ну, сосиски. Дай слово, что употребишь. Да. В следующем прокладе. Какой термин. Да, да, да. Эффект сосиски. Ты придумал. Эффект сосиски имени Коробова. Да. Все. Запатентовать. Запатентовать. Да. По большому счету, затраты вот наши на диагностику, ну, контраст, иголка и наркоз. Все. Да. И две минуты разбил. Ну, не две, но...